Приветствую вас и в основе проблемы, которую вы описали, конечно же, лежат детско-родительские отношения. Почему? Потому что, по сути, вы проходите то же самое поведение, те же самые эмоции, те же самые ощущения со своим мужчиной на данный момент, что вы и, и с родителями. И именно поэтому корень надо искать именно там. Вот ваше отношение к родителям. Вы пишете, что они объявляли вам бойков. Давайте зададим себе такой вопрос. Почему они, собственно говоря, объявляли вам бойкот? Что ими двинуло? Что они хотели этим вам показать? Бойкот, конечно, означает негативную реальность. В данном случае родители хотели, чтобы вы делали так, как им казалось правильно. Почему? Потому что, в этом случае, в случае, если вы сделаете так, как они считают для вас правильным, по их мнению, вы будете обладать наибольшим уровнем защищенности, наибольшим уровнем стабильности и прочим. И у них были такие вот устои, морально, что они выбрали для и в качестве средства регуляции именно бойкотирование. То есть, полный игнор, полный игнор, полный игнор, и у вас в этом случае был, по сути, два варианта развития событий. Первый вариант. Вы, оказывается, постоянно в состоянии бойкотов. Продвигали бы свою позицию, делали бы то, что вам хотелось. И, по сути дела, у родителей не было бы иного выбора, кроме как принять ваше мнение и смирить с ним. Вы, тем самым, поняли бы, что бойкот – это временное явление. И что, рано или поздно, и родители, и все остальные люди, которые вас заинтересованы, они бойкот сняли, потому что, ну, тяжело поддерживать безразличие и незамечающее поведение к человеку. Но вы поступили иначе. Вам хотелось, чтобы родители перестали моноскалеписко бойкотировать, и вы были готовы на все, либо, собственно говоря, вновь обрести их стороны внимания, общения, взаимодействия. И комплекс отличностей, отличностей, который у вас развился, вероятно, имеет ту же причину. То есть для того, чтобы родители были довольны, чтобы они от вас не отвернулись, чтобы другие люди от вас не отвернулись, вы стремились удовлетворить всем их потребностям. Но это их потребности, а не ваши. И родители ваших, нужно понять, нужно понять, что они не имели просто-напросто другого выхода, кроме как регулировать вас именно так. И вы, по сути дела, не привыкли идти против кого-то. И сейчас так получается, что вам навязывают не ваши желания, вам навязывают не ваши стремления, вам навязывают не то, что вы хотите. И, конечно же, с родителями, вот именно родители, вам нужно понять, почему они так поступали. Но, а бойкот, страха остаться одной. Тут момент, конечно, такой. Дело в том, что страх остаться одной, он у вас развился именно на той основе, что вы никогда одной не были, по сути. То есть, вы боитесь того, что у вас ассоциируется исключительно с негативным моментом. То есть, вот, вы сделали что-то не так, вас бойкотировали, вы чувствуете негатив, осуждение, и поэтому вы боитесь одиночества. Одиночество у вас неизменно ассоциируется с чем-то плохим. И поэтому, чтобы побороть страх, нужно сознательно прийти к такой форме одиночества, как уединение. То есть, смотрите, когда вы оставались одна, вы были изгоем. изгнание, не побоюсь такого немного рабского слова, изгнание, оно является вынудивым. Изгнание является, можно сказать, мерой пресечения в социальных отношениях. Но, уединение есть та же форма, только осознанная, сознательная, опострированная воля человека. И вот то, что вам нужно делать, это именно обрести уединение. То есть, побыть в одиночестве самостоятельно, по собственному желанию, и увидит, что ничего страшного в одиночестве нет. Что вы можете собрать свои мысли в одиночестве. Что вы можете подумать о том, чего хотите. В одиночестве, когда вы помынетесь наедине с собой, наедине со своими мыслями, желаниями, стремлениями, вы увидите, что, в общем-то, своего мужчину вы не ухажаете. Так что вы пишете, что он конючает, что он постоянно кто-то от вас требует. Что вы можете обеспечить его, в общем-то, его и себя, это значит, что вы в нем не нуждаете, если вы его довольняете, на страх остаться одной, у вас присутствие. И, на мой взгляд, самым лучшим решением, ведь одиночество, это то, что неизбежно в сутках нашей жизни. То есть, оно есть. Так или иначе, каждый человек бывает одиноким, и ему нужно быть одиноким. для того, чтобы лучше ориентироваться в своих, вообще, целях. Потому что, другие люди постоянно диктуют то, что удобно им. Другие люди постоянно диктуют то, что хочется им. Что у вас происходит? Говоря о классическом языком, вы очень хорошо, очень полно обыгрываете свою социальную роль, но при этом вы не являетесь личностью в том смысле, что продвигаете свои индивидуальные особенности, являетесь объектом культурных ценностей. То есть, вы целиком и полностью зависите от своего социального окружения. И вам, собственно говоря, задают себе вопрос. Вот вы хотите быть личностью, вы хотите жить для себя, вы хотите продвигать свои интересы, или вы будете жить ради других людей. Родить ради других людей это не так плохо, как будет показаться на первый взгляд. Но это все-таки идет всегда от сердца, это всегда идет от души, это их. А если вы родите ребенка и будете несчастливы, то и ребенок с вами будет несчастлив. Соответственно, перед вами стоит волевое решение. Во-первых, самостоятельно вести себя в состояние уединения, а удары продвигать свои ценности. И для того, чтобы волевое решение осуществить, нужно, чтобы вы обладали натренированным вниманием, умели фокусировать его и не отвлекаться ни на что. Ну, то есть, например, вот, допустим, вы захотели побыть в одиночестве, уединились. Тут мужчина вас зовет, говорит, чтобы приготовили ему поезд. Ну, понятно, что вы тут же отключились, и все закрутилось опять, привычное поведение, привычные какие-то ситуации, привычные решения на эти ситуации, и, в общем-то, ничего не меняется. Главное, удерживать фокус внимания на том, что вы делаете. То есть, если уединились, то все, вы уединились, вы ни для кого не доступны. И вы сделаете, сделали это потому, что вам так хочется. Обижаются другие люди, не обижаются другие люди, это, по сути, вас не волнует сначала. Это ваш выбор, и, если вы увольняете решение других людей, то и ваше решение также нужно у вас стать. И поначалу, конечно, поначалу, мужчина будет вам настраивать бойкот, потому что ему будет неприятно, как так, вы там делаете для него все, хоп, вы решили что-то настроим. У него эта ситуация не привычна. Но если вы видите, что, несмотря на вашу реакцию, на его реакцию, прошу прощения, вы все равно продолжаете это делать так же, то у него не останется другого выбора, как бы меня поменять своих поведений. И все мы подходим к еще одному мощному моменту. Момент заключается вот в чем. Люди используют тот или иной метод воздействия, в данном случае бойкот, только до тех пор, пока он действует. Ваши родители использовали бойкот, потому что знали, что вы попав под воздействие данного способа, вы сделаете то, что хотите. Точнее, то, что хотят ваши родители. Если бы в течение нескольких раз вы показали им, что это не работает, у них появилась бы необходимость использовать какой-то другой метод. Возможно договор, возможно манипуляции, возможно кто-то еще. Понимаете? То есть у людей нет стимула для того, чтобы вести себя с вами по-другому. И если вы этот стимул им платите, покажите, что их поведение на вас не влияет, то они его изменят. Ну, зачем, например, человеку вас байкотировать, если он видит, что это не работает, не действует. Ну, это же получается пустая трата времени. Обычно условно-рефлексивное научение по праву приведет к тому, что мужчина попросту не будет так больше себя вести после трех-четырех раз. Да, периодически у него будет привычка возникать такие ангаритмы предповедения, но очень быстро они будут исчезать, потому что не приносит никакого эффекта. Для того, чтобы вам совершать волевые решения, очень желательно обладать мотивацией, достаточно мотивации, то есть, понимать, для чего в это делать. В качестве мотивации для уединения, для того, чтобы не делать всего по желаниям других, можно использовать самые различную категории, например, например, из самых разных областей, например, вы не будете себя изб 991 если будете жить по воле других, например, вы не будете счастлив у ребенка, например, вы не реализуете себя полностью, например, вы несчастливы в личной жизни, ну и что-либо еще. Чем больше мотивов для принятия того или иного решения, тем с большей долей вероятности можно сказать, что вы совершите это в любой поступок. Дальше. Дократно, фокус внимания, то его нужно, например, фокусировать внимание, несмотря на кажущуюся легкость, достаточно злой. Потому что нас время кто-то отвлекает, нас время кто-то перебивает наши начальные пары, и потому оттренировать внимание нужно иначе на бросном предмете, например, лист бумаги или стакан воды. Вот вам нужно положить с собой один из этих предметов и сконцентрировать свое внимание только на нем, думая об этом предмете в течение 10 минут, допустим. Абсолютно ничего, не допуская в свое сознание тревог. Вот натренируйте это, потом возьмите пример посложнее, время увеличить. И так вы будете тренировать свое внимание. и натренировав его, умея концентрировать внимание только на чем-то одном, вы просто не будете впускать в себя уже автоматически все отвлекающие факторы. И это поможет вам, собственно говоря, добиваться именно того, что вы хотите. Дальше. Дальше можно сказать про уверенность в себе, но у вас с этим все хорошо, потому-то вы успешно, вы себя обеспечиваете, вообще вы занимаете лидирующую роль. Поэтому тут, я думаю, нужно вот работать только с теми моментов, которые я вам указал. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста. Помогу вам. Если мой ответ понравился, сделайте его лучше. Буду благодарен.